Теплоту испарения забрали. Так вот мы просто с вами перечислили, но как-то не подвели итог. Я помню, что лекция уже закончилась, мы торопились. Ксения пришла тут все забирать. Не высказали гипотезу, а почему вода у нас с такими вот, вот такими чудесными свойствами обладает. Ну, в частности, вот этот скачок теплоемкости по сравнению со всеми такими жизненностями. Ну, я думаю, что вы уже могли догадаться, почему. В самом начале мы с вами говорили, что вода вся связана, да, в ассоциации всей этой массы водородных связей, несмотря на то, что они слабы, но их очень много. В сумме получается большая сила. И поэтому, что такое нагреть на градус? Ну, что такое температура? Ну, в физике это я медикам с трудом объяснял, что это такое. Вы знаете, что температура тела определяется энергией движения молекул. Чем больше энергия движения молекул, тем выше температура системы. Так вот, что значит нагреть жидкость? Это значит заставить молекулы двигаться с большей скоростью, с большей амплитудой, и там, я не знаю. А если они связаны между собой, значит, надо много энергии подвести, чтобы сначала порвать эти связи, потом заставить их колебаться и так далее. И поэтому вот эта вот теплоемкость связана, безусловно, с тем, что вода в действительной жидкости, которая обладает этой способностью, уникальной, образовывает массу водородных связей. Об этом мы говорили, просто я вам напомню. Значит, это мы с вами разобрали. Но это тоже все связано, та же самая теплотаиспарение, с тем, что вода связана. Это четвертое свойство, да? Вода, вот здесь мы остановились. Теперь следующее свойство, очень интересное, с которым вы все, безусловно, знакомы по своей жизни. Вы знаете, что когда живое тело, у меня цветок, у меня цветок уже мерзает, после оттаивания оно теряет свою структуру. Ну, вот становится вялым, рыхлым, вода печет, сок и так далее. И вы понимаете, что это произошло из-за того, что клетки растения в данном случае были повреждены кристаллами, да, которые образовались внутри клетки, из внутриклеточной воды, просто порвали. Тот же самый эффект, который происходит у вас, когда вы в бутылку пиво-морозилку положили, забыли, она у вас лопнула. И вы знаете, там, с малых лет, со школы, о том, что вода при замерзании расширяется. Всем это как бы известно. И вот этот эффект в живой природе имеет, конечно, огромное значение. Потому что раз мы все с вами состоим из воды, получается, что при низких температурах мы должны с вами поднимать, потому что вода в нашей клетке замерзнет и разрушит эти клетки. Ну, ладно, мы с вами теплокровные животные, у нас есть система террорегуляции, и мы знаем, что какая бы температура за бортом ни была, у нас все равно 36,6. Но возьмите животных холоднокровных, рыбы, львушки, насекомые. Они-то почему-то не разрушаются, когда низкие температуры. Растения, которые переживают, ну, хвойные, например, какие-то. Да и другие тоже. Вот пример в этой монографии, помните, я вам говорила, что я про воду вам буду рассказывать, отказываясь от материала, который публиковал в монографии Джеральда Пола, для этого профессора Сиэтла. Так вот у него дома, в саду, он в своем доме живет, и у него дома в саду растут рододендроны, потому что Сиэтл – это на уровне нашей Одессы, например, вот так. рододендроны, но зима у них тоже там лежат. Ну, такая, мягкая, но бывает, и снег выпадает, и минус. И вот он поэтому в этой книжке и пишет, что если бы вот так все замерзало, то мои рододендроны погибли бы в зиму. Однако они переживают даже минус 10. То есть есть что-то такое в живых системах, в живых организмах, которые предохраняют их от замерзания. Но надо еще про замерзание вам хочу сказать. Что вот то, что живые объекты разрушаются при замерзании, это важно не только в быту. Эта проблема о разрушении возникла у гистологов, или у цитологов, и все подруги, которые при появлении электронного микроскопа хотели посмотреть, как там внутри, что там, как там устроено. Но для того, чтобы посмотреть в электронный микроскоп, надо сделать препарат. Препарат фиксированный. То есть это не живой, живые препараты не смотрят в микроскоп, потому что там вакуумная камера, и понятно, что надо какой-то фиксированный препарат. Ну и когда ученые искали поиски, чем же зафиксировать живую ткань или живые клетки? Много перепробовали всяких методов, всякие там краски, химия. Ну разрушают они клетки, понятно, что плохо. Им пришло в голову, что мы заморозим ткань, потом тоненько ее нарежем и посмотрим при низких температурах. Когда они стали это делать, они увидели, что простая заморозка приводит к тому, что когда они смотрят на микроскопа, там каша в клетках. Ну, кристаллы-то образовали, все разрушили. Они стали искать способы, как заморозить, и нашли способ, который сегодня очень широко применяют. Он называется замораживание скалывания. Что ученые сделали? Электронные бескороскопщики. Они замораживают ткани или объекты какие-то очень-очень быстро. Очень-очень быстро. Я не писала, да, на какой-то... Не писала, поэтому точную цифру не помню, но какие-то доли микросекунд, миллисекунд, там микросекунд. Они погружают там, я не знаю, азот в железе или что-то. Очень быстро. И когда объект замораживается, они его удаляют, ну, там, в специальной соскалывке, и он раскалывается. И раскалывается обычно по поверхностям раздела. Мы говорили, что там много в клетках есть поверхности раздела, которые формируются гидрофобными молекулами. И вот по этим поверхностям раздела клетка разваливается. Или так, как. И тогда можно ее посмотреть. И вот здесь вам приведена одна клетка, вот эта круглая, это одна клетка дрожжей, клетка дрожжи. Бактерия, да? Микроакония. Вот это вот клеточная мембрана. Вот стрелкой показывает. Есть? Вот это два изра, потому что клетка дрожжей начала уже делиться. Это перец, там деление. Вот это у нее, по-видимому, метокондрия. Скорее всего, здесь тоже что-то. Вот видно кусочки аппарата больше. Видно, что вот такой метод позволяет посмотреть, ничего не разрушено. Ничто не разрушено. Когда они анализировали срезы, которые они заборажили, было видно, что вот крайние слои, которые доли микросекунд замерзли, они выглядят вот так вот хорошо. А чуть глубже, где время было, ну, я не знаю, уже несколько микросекунд, там уже была каша. То есть лед образуется довольно быстро, разрушается. Но вот такой метод был найден. Почему это происходит? Потому что вода, как аномальная плотность, имеет аномальную плотность. И вы знаете, что плотность воды больше плотности льда. Поэтому лед у нас сверху-то и паует на поверхности воды. Вот посмотрите, какая у вас воды аномалия. Когда мы говорим об аномалии, обычно плотность жидкости, вот внизу лимоносом налета, дальше плотность жидкости, обычно плотность чуть-чуть меньше, чем у кристалла, чем у твердого тела. Причем немного всего там, где-то у меня цифра была, 24%. 2-4% всего. А у воды, а у воды вот что происходит. То есть плотность воды не только не меньше, а она больше. И больше не на какие-то там 1-2%, а более чем на 10%. И там плотность 0,92%, а там единица. Меньше, да, чем на 21%. То есть получается, что аномалия плотности воды двойна по знаку и по величине. Вот это нет больше таких уникальных. Уникальных. После Тайной льда, видите, происходит какой скачок. Ну и только затем она как-то уменьшается. Почему это происходит? Почему это происходит? Опять, наверное, уже можно, наверное, вам догадаться. Что такое кристалл, вы прекрасно знаете. Как устроены кристаллы? Четвертый, это курс точно знает. Это у вас даже, мне кажется, курс какой-то был, где был маленький раздел кристаллографии. Мне кажется, было такое. Лед, кристалл, фиксированное положение на молекул, фиксирование связи, никакого движения, жесткая конструкция. При Тайне эти жесткие связи разрушаются. И что? Поскольку молекулы подвижны, и они могут образовывать сети, они уплотняются, они начинают связываться друг с другом, и плотность воды повышается. То есть получается, что лед менее плотен, и значит более легок. Более легок. Вот эта вот аномалия плотности, конечно, играет огромную роль для живой природы. Сейчас я посмотрю. Ага. Огромную роль для живой природы. Ну, что касается того, что лед легче воды, вот в самом начале я вам говорила, вода имеет значение не только что на утре, на любого организма, а то, что многие организмы живут в воде. Это среда, нет обитания, нет дома. И зимой, когда лед всплывает на узере, вода остается подальто, во-первых, не в минусовой температуре, а в плюсовой, так, 4 градуса, ну, чуть больше, нуля, 4 градуса, да, на дне. И всплывший лед, он как подушка, как объява, защищает воду от глубокого промерзания. Поэтому живые организмы могут там существовать. А то, что различные плотности воды существуют, за счет этого вода все время перемешивается. Сверху подальдом она остывает, становится более плотной, медленно опускается на дно. Идет такое перемешивание, это значит, что перемешиваются какие-то мелкие водоросли, которые являются пищей, перемешивается кислород, который через пробу, прорубью этих рыбаков поступает, ну и так далее. То есть для среды обитания это понятно. А для клеток, для клеток, для внутриклеточной воды. Ну что же такое, почему же у нас организмы все-таки не погибают при низких температурах, когда они туда попадают. Еще раз повторяю, это относится, конечно, не к нам теплокровно. Мы в Северном полюсе, как вы знаете, живут. А потому что организмы выработали способы защиты клеток от замерзания. Первый способ известен вам всем, что если в воду добавить соль, то замерзатель будет при более низкой температуре, уже не при нуле градусах, а значительно ниже температуры на дно. Этим пользуются наши коммунальные службы, когда посыпают гололеды песком солью. И лед тает. Ну, знаете, что я могу сказать. Вы все знаете, что если нужно охладить какой-то объект в воде, то лучше в воду добавить соль, туда опустить этот объект, и он охладится значительно быстрее. Потому что быстрее на более низкой температур, потому что вода не замерзнет, даже при нуле градусах. Но было посчитано, что всего два градуса можно выиграть, но три, но не больше. А вы сами знаете, какая у нас два температуры. Более того, известный пример вообще уникального сопротивления к температурам. Вот на Северном полюсе живет в Арктике, вернее, не на полюсе, в Арктике живет такое животное, которое называется White Bear Caterpillar. Гусеница белого медведя. Она живет на шкуре у белого медведя, она там шкурит. Но понятно, что она падает с медведя, пока он в его берлоге, и потом медведь приходит, она снова на него залезает, и так далее. Так что такое ларбка? Там минус 55 обычно, а гусеница живет. Как-то ведь она приспособлена. Так вот приспаливается, вот вторая разумная в известной клетке вырабатывает особые антифризы. Большинство вас знают, что такое, особенно у кого есть машина, не знают, антифризы это специальные жидкости, которые понижают в землянами сладу. Вот сейчас мы просто заполним это слово, эту мысль, а в конце сегодняшней лекции мы к этому слову вернемся и посмотрим, что уже такое представляет антифризы, вообще, что, как они работают, почему. То есть вот такие способы защиты есть. Затем шестое использование воды, вода как реагент. Тут надо сказать, что вода не просто растворяет химические вещества и приносит их там с одного места на другой. Она и сама участвует в реакции. То есть она сама участвует химическим реагентом. Вот я только лишь привела два, две реакции, в которых участвует вода. Реакция гидрации, как источник водорода, оттисления жирных кислот. Ну реакция формулы написана элементарная простая, вам понятно. И гидролиз, когда вода распадается и может к обмену реакции обмена присоединиться к другим веществам. Я больше ничего не говорю, это два примера, чтобы вы поняли, что вода участвует в реакции гидролиза. Возьмите медицинские физики у нас нынешний набор медицинских физиков у вас уже нет, потому что раньше медицинским физикам читали на четвертом курсе медицинской биохимии, но там как бы вот эти вот вещи были нужны, а поскольку вам это уже теперь не нужно, вот вполне чтобы помнить, что вода это не просто инертный как это вещество, растворитель она сама активно участвует во многих реакциях, которые происходят в организме. Вот если вы уже начали готовиться к контролю работы, уже читали какие-то и читали работу, как работают метафорды, как работают лизосомы, наверное, вот с этими словами это гидролиз вы наверно уже встречались. Ну вот специально вам привожу, чтобы как бы напомнить, что такое явление существует. Например, да, гидролиз, гидровода, гидролиз, 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 а вот про сахарозу, глюкозу, фрактозу мы с вами будем говорить на следующей лекции, мы начнем разбирать сухомолекулярное соединение, которое входит в состав нашего организма, ну и так далее, гидролиз, может быть, я вам понапишу. Седьмое свойство, последнее, я больше других не буду, это сгиба, с которым вы тоже все хорошо знакомы. Явление поверхности протяжения, во-первых. Вы знаете, что вода покрыта сверху как бы водяной пленкой и улучшие некоторые физические, механические свойства, которые позволяют мелким сгомом держаться на поверхности. Понимаете, что листья некоторых растений плавают на поверхности. легенды говорят о том, что святые ходят по воде, то есть вода, понятно, что вода это некоторая субстанция на границе раздела которой можно может проникратить ну некоторый вес. Форма капель воды в виде сферы это тоже образуется за счет поверхностного надежности. Почему сфера понятна, да? Сфера это оптимальное соотношение между объемом и площадью мощности оптимальной. Все другие фигуры объемные уже не имеют ни такое соотношение. Гамма говорит о поверхностном натяжении. Вот два термина. которые нужно различать. Адгезия это когда молекулы сцепляют в классическое поверхностное натяжение. Адгезия это молекул с какими-то другими веществами. Вот собственно говоря про адгезию мы с вами говорили уже и на прошлой лекции. когда разбирали что ионы были заряженные группы всегда окружаются гидратными оболочками. Что это значит? Молекула воды значит прилипли к ним. За счет помните ионных связи дипольных взаимодействий тем не менее они к ним прилипли. Это если конечно гидрофильные соединения. Если бы вот этот капилляр был бы изготовлен из гидрофобного материала у нас въезд был бы обратно в сторону. Мне кажется вы делали какую-то работу на первом курсе еще по физике важных курсов. Наличие такого свойства как поверхностные движения для жизни конечно тоже очень важно. Верхняя картинка вам демонстрирует что многие живут на поверхности и пользуются этим. А второе свойство ангезия капиллярный эффект. Вот все поступление педательных соков от корней к растению хоть трава только за счет капиллярного эффекта. У них нет никаких насосов которые бы качали соки снизу вверх. А представьте себе секвой 30 метров высотой и как загнать туда воду на 30 метров только за счет капиллярного эффекта. Только за счет капиллярного эффекта. Просто уже конечно у больших растений сосуды проводящие устроены таким образом и выложены с такими ну как углеводными органическими молекулами этот капиллярный эффект осуществляет лучшим образом то есть очень гидрофильный чтобы туда пропустить. Ну собственно говоря это всегда так в живой природе происходит. Вот у нас с вами сосуды кровеноской системы вот не надо думать они совершенно пассивны. По териям кровь течет потому что сердце толкает есть еще кинетическая энергия выброса а по венам она течет уже более пассивно но тем менее в венах есть клапаны которые не дают крови потечь назад ну ладно у него небольшого роста сердца посередине как бы всегда возникал вопрос у а каким образом у жирафа кровь поступает от далеко голова вот сердце стоит даже вверх надо поступать а оказывается что у жирафа в сосудах есть уже специальные сфинктеры такие как дополнительные сердца не как насосы как пумбы кровь навек но это живое везде ничего подобного нет только капиллярный эффект вот это очень важно только за счет того что слипается ну вот тут я подвела вам итоги о том о чем вы говорили на прошлом и сейчас сегодня поддержание структуры что это имеет за ввиду ну вода же плотная водой она имеет дом форму то это буду убрать каплет становится бесформенной так а где же я вам про это должна рассказать а знаю когда про клетку про осмос помню что у меня картинки были но растворители среды диффузии мы с вами об этом уже говорили участвуют в реакции говорили хросморегуляцию мы еще по но вообще в принципе я сейчас могу вам сказать ну осмос осмос все знают что такое осмос издавление которое создается растворами с разной концентрацией соли в принципе это явление обусловлено наличием воды и движением воды из области низкой концентрации ионов солей в область высокой концентрации чтобы разбавить все наши клетки имеют определенный осмос определенный осмос определенную концентрацию солей определенную числодность так называемые изотонические растворы то есть тонус определяется концентрация солей но бывают такие явления когда Концентрация солей либо падает, либо увеличивается. И что при этом происходит? Если концентрацию солей в клетке увеличить, значит туда пойдет вода. И клетка разбухнет, и наоборот. То есть вот эта осморегуляция, мы про нее еще поговорим на одной из лекций. Коротко, но я вам картинки покажу, и станет все понятно. Ну, про охлаждение тела, фотоотделение мы с вами говорили, что при испарении происходит эффективное охлаждение. Ну, кстати говоря, картинка была про баню, когда возникает вопрос, а как же охлаждают себя другие организмы, у которых нет потоков желез. Есть же такие животные, вот у собак нет потоков желез. Собака никогда не воняет потом. Она охлаждает себя через язык. Сами знают, у кого собаки есть, выбаривают язык, часто дышат, идет охлаждение со слизистой родовой полости, и тело охлаждается. Или кролики, у кого дома кролики есть. Сейчас это модно, кроликов держать, карты кого-то. У них охлаждение идет через ушки. Уши, уши, такие изнутри шерсти не покрыты, почти много кровеносных сосудов, и когда жарко, кровь через эти кровеносные сосуды, в воздухе остывают, ну и так далее. Компонент смазки. Вы сами знаете, что у нас в организме, ну про себя интереснее, масса смазки. Во-первых, это суставы. Вся внутри составные поверхности покрыты специальным веществом, скользким, и многие заболевания, которые связаны с дефектами суставов, связаны именно с тем, что смазка исчезает. Вот кто-нибудь, может быть, знает, или у кого-то есть, приседаете вы, спортом занимаетесь, у вас начинается хрустеть коленки. Бывает такое излечение, но вообще-то вы молодые, наверное, нет. Это часто связано с тем, что истощается слой смазки, и поверхности суставные начинают тереться друг от друга. Вот если у кого-то есть такой, не оставляйте это хрустеть, не оставляйте это без своего внимания, потому что когда суставные поверхности трутся друг от друга, соединительная ткань может повредиться, и потом на этих поврежденных местах начинается процесс соли образования, и так далее, и так далее. Те, кто прищивает, тоже неправильно прищивает? Ну, способов увеличить количество смазки, наверное, какие-то медикаментозные есть, но самое главное – это, конечно, насыщение организма водой. Не даром во всех диетах, девочки знают, пальчики не интересуются, всегда рекомендую пить больше воды, не меньше 2 литров чистой воды, не меньше 2 литров организм должен быть насыщен. здесь водой, везде, где она есть, чтобы она была. Потому что организм же он не… Как устроен? Если чего-то не хватает, он начинает сразу переспределять эти вещества таким образом, чтобы обеспечить самые главные 2 органа – это мозг и сердце, а все остальное уже как быстро степет. нет у вас воды, а в мозговой ткани очень много воды. Помните, мы смотрели табличку, где сколько воды кровь, одна вода. Поэтому, если у вас воды не хватает, организм начинает ее откачивать из кожи, поэтому морщины образуются, из суставов и так далее. Ну и дальше защитная функция. Ну, правильно, все слезы, сопли, все это водяные фракции некоторых веществ, которые защищают. В слезах есть такой фермент лизин. Опять же, кто готовился к контролю, встречал его в теме лизосога. Лизосога разрушают, фермент, который все разрушает органические вещества. Ну и понятно, что слезная жидкость – это прежде всего защита, чтобы не попадала в глаза зараза и так далее. Ну а про сопли вообще слов нет. Сопли – это не знаю, как это прилично назвать. Слезистое выделение эпителия носовой полости. Они призваны защитить нас от пронятновения болезнетворных бактерий, вирусов и так далее. Почему, когда идет эпидемия гриппа, рекомендуют смазывать пальцами носовые пазухи, ну не пазухи, а полости носовые, различными кремами. Но самое главное, даже если без лечебного эффекта, просто чтобы не сухая была поверхность, не сухая была поверхность, чтобы защитную функцию выполнить. Ну и наконец последнее. Вот нет такого живого организма на Земле, где плодотворение происходило бы насухо. Нет. Обязательно должна быть вода. И это понятно, потому что вы, наверное, помните из школы, как выглядит сперматозоид. Помните, да? Головка, шея, хвостик. И он должен плыть, плыть, найти свою циклетку и ее плодотворить. Так вот, у любых животных и семенные, ну, кольцовые тела. Они, в принципе, так же все устроены. Ну, форма немножко разная, ну, размер немножко разный. Ну, в принципе, все равно. Поэтому без воды оплодотворение неосуществимо. Вот на этом, эта часть у нас закончилась. И сейчас мы... Я не знаю, мы будем первое делать или не будем. Вот мы с вами... Ой! А мы можем больше проговорить? Пере любом делать? Ну, будем? Не будем. Порай. Расскажи, тем более, что вторая часть у меня не будет. Какую? И мне она больше... А что она не будет? Я... Да что это? Сейчас. А что такое? Так. Это транспараменты. Окей. 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 Окей, да. Окей. Скажи. И почему? Вы будете что-нибудь, чтобы он успокоился? Нет, так тебя не услышат. Ну, кто понимает, что она в ладони? Правильно? Вон таки. Контакты шли. Я ничего такого не делала. Попробуйте окей нажать. Ну там что, нажималочки. Покажи чуть-чуть. Восьмая, восьмая тема. А где девятый? Маша, Маша, что? Помогло тебе? Помогло тебе? Что? Нет, ты посмотрела то, что я скинул? Да. А вот и сдает. Ты не запомнила про двери спинверстики? Он рассказывал, что типа... Ап, даун, ап, даун. Он говорил то, что вместо С может быть просто положение двери открытое и закрытое. Если ему такой пример скажешь, он вообще обрадуется. Нет, это про спины. Да. А я свою собственную функцию. А там... Ты посмотрела там собственную функцию? Вот как мы раньше делали, любите так ответы. Тебе нужно раньше посмотреть. В общем, видели вот это вот? Да. Ну, ее он как-то и спринт вообще получил в первой части. Я вообще это не поняла. Так, ты послушай с самого начала, просто запомни текст. Ну, раз пять, посмотрим. Что? 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 Ну, не сдавай, давай. Нет. Слово «отность» говорили там. Слово «отность» — это не всегда у биологов, у физиологов клетки. Это раньше называлось «цитология», сейчас слово «цитология» редко используют. «Биология клетки» как-то это более важно. Возникал вопрос, а внутри клетки вода имеет такие же свойства или все-таки какие-то другие? И многие экспериментальные данные говорили о том, что что-то там есть такое еще особенное все-таки, что вода внутри клетки отличается, поэтому возник такое словосочетание как особое состояние воды в живых клетках. Вот еще раз подчеркиваю, что материал я вам читаю вот в этой книге. Очень интересная монография у нас, она есть. Более того, она настолько интересна и на самом деле. Она написана, с одной стороны, доступным языком, а с другой стороны, чисто физически. Эту книгу мы перевели к нашу коллективную лабораторию. Мы ее перевели и издали на диске. Она есть теперь на диске, на русском языке. Более того, там загадывали тексты, картинки интерактивные. Очень интересно. Мы это сделали года четыре назад. И мы студентам предлагали, продавали, помню, по 100 рублей. Сейчас даже не знаю, вроде у нас еще остались эти диски. Но очень интересно. Она у нас в одном экземпляре должна быть в библиотеке. Потому что когда Джераль Полок приезжал сюда, читал депсию, он эту книгу подарил Евгению Алексеевичу памятник. Он тогда был проректором по науке. Ему подарил, и тут обещал стать библиотекой. Ну не знаю, если не знал, значит она здесь. Вот когда мы сейчас будем говорить об особом состоянии, я хочу сделать маленькое отступление или вступление. Вот сейчас будет звучать все время слова «структурированная вода». Я хочу, чтобы вы для себя очень хорошо отражали, чем отличается то, о чем мы сегодня будем говорить, от того, что вот во всяких проспектах, рекламных, рекламных звездовках, которые продаются, везде наклеены что-нибудь, фирмы, для здоровья человека, продают структурированную воду и так далее. Чтобы вы адекватно себе отражали и думали, вообще о чем говорят производители воды, ну пусть она очищенная там, как еще что-то, когда они говорят о структурированной воде. Вот даже из того, что мы сегодня с вами уже поговорили о чем, вы себе представляете, что вода в объеме может образовывать структуры, какие-то сети или квадраты вокруг гидрофобных. Но мы с вами и о другом говорим, что эти связи водородные очень краткоживущие, они очень быстро разрушаются. Поэтому о какой такой структурированности воды, там, канистрах, которые продают, можно говорить. На эту тему вы потом сами подумайте, когда встретите какую-то рекламу в журналах, по телевизору, в газетах или в почтовых ящик вам спустят. Мы сегодня будем говорить немножко о другом. А воды в живых нету. Ну, во-первых, я вам приведу... Все зарисуйте, точно в контроле есть такой вопрос. Приведу схему, чтобы показать, где же у нас по классической теории клеточного строения вода находится. Вот клетка у нас как любая устроена? Клеточная мембрана окружает некоторое внутриклеточное содержимое. Так вот, все, что находится под мембраной, все то, что отделено внешней средой, называется протоплазма. Это слово ввели давным-давно, еще в начале развития биологии, когда первый микроскоп был изобретен, посмотрели внутрь клетки, уверили, что там какая-то такая консистенция безструктурная, ну, плохое разрешение было. Назвали протоплазмой. Протоплазмой. Если посмотрели, что там в протоплазме, при более хорошем увеличении, мы всегда найдем ядро, как крупную, большую единицу, и все остальное. Разделили ядро и цитоплазму. Слово цито – это уже клетка. То есть плазма клетки. Опять же, все-все, что находится внутри клетки, исключая ядро. Ну, если посмотреть, наконец, при хорошем микроскопическом разрешении внутрь цитоплазмы, то увидите множество всяческих клеточных органелл, про которые вы в следующий четверг будете все знать, и жидкость, какую-то там, ну, жидкость, ну, будет жидкость, в которой вот эти клеточные органеллы как-то там будут распространены. Вот эту внутриклеточную жидкость называют цитозоль. Цитоклетка – цитоклетка, золь – жидкость. Вот по классическому определению, я вам про раствор, когда говорила, уже сказала. Определение в любом учебнике. Цитозоль – водный раствор, солей и низкомолекулярных там органических веществ. Водный раствор. То есть вода, вследствие, находится в составе цитозоли. Что она из себя представляет, вот об этом сейчас мы и поговорим. Ну, во-первых, скажем так. Начнем со следующего. Интерес внутриклеточной воды в воде появился совсем недавно. В начале, в начале уже двадцатого века. И первым, наиболее интенсивным, полным исследованием этот вопрос ученым, был наш русский советский. Советский, 12-го года. Советский ученый, Афанасий Семенович Трошин. Фамилия, которая не заслуженно сегодня забыта во многих учебниках. А он, мало того, что он был большим ученым, но даже по положению член-корреспондент, директор института цитологии, ну, как бы, администратором крупным, он был очень выдающимся ученым. И выдающимся потому, что он смог посмотреть нестандартным взглядом на вещи, которые прописаны в учебниках были давно. И вот он впервые в книге 56-го года «Проблемы клеточной проницаемости» выставил предположение о том, что вода находится внутри клетки в некотором особом состоянии. И именно особое это состояние воды и регулирует клеточную проницаемость. Потому что по классической теории проницаемость, ход потоки ионов солей в клетку из нее регулируется клеточной мембраной. О мембране я вам сама потом расскажу. Немножко вы, когда будете готовиться к контролю, можете про мембрану особо не читать. Я вам расскажу, потому что так, систематизируем механизмы транспорта веществ через мембрану. И всегда считалось бы у него, что это соотношение калия и натрия, я вам уже об этом говорила, внутри калия много, снаружи мало, идет за счет мембранных насосов. И именно с его легкой руки тогда ученые начали подсчитывать количество энергии, которое необходимо для того, чтобы накачивать и накачивать ионы. доказалось, что ее мало. И вот тогда он впервые предположил, что, скорее всего, вода ее, особое некоторое состояние отвечает за проницаемость. Ну, надо сказать, что у нас в России, ну, как это обычно бывает, его гипотеза была встречена негативно. У нас революционеров не любят, консерваторы. Но зато за рубежом подхватили эти мысли и одним из крупнейших ученых, цитат на прошлой лекции про обуви, это его я вам приводила, в 1972 году выпустил книгу «Состояние живого», которая с интересом читается и сегодня на самом деле, где он тоже говорил о том, что самое главное – это взаимодействие молекул воды с макромолекулами органических веществ. Вот как вода организуется вокруг молекул, от этой зависит функциональная значимость этих органических молекул и их функционирование. И вторым, тоже уже вам этого ученого показывала, последователем Троушена, был Герберт Линк, есть он жив до сих пор, который сам говорил, что структуризация воды, она есть, это даже не обсуждается, и он уже обсуждал механизмы, почему она возникает. Ну, говорил, что структуризацию провоцирует поверхности долгов. И вот, пожалуй, только Герберт Линк в своей монографии вот этой, очень интересная книга, еще раз говорю, не пожалейте, кто посмотрит, почитает. Она у меня есть дома, и она у меня вообще лежит все время на тумбочке около кровати, и я время от времени вместо детектива ее открываю и просто с любого места немножко читаю. Интересная книга. Так вот, он, единственный, пожалуй, очень много времени уделяет в начале, и, походу, вот Рошина. Все время ссылаются на его работы. Спасибо ему, потому что, значит, с Рошиной бы забыли. Итак, мы хотим поговорить о состоянии воды внутри клейки. Но сначала не про клейки, немножко еще про физику. Мы с вами знаем, что вода обладает таким вот свойством липкости. Об этом мы только что говорили. Адгезия и кагезия. И опыты о том, что вода липкая, вы делали еще, наверное, даже в школе, в уроке природоведения. У нас это точно было. Когда учительница вам давала два стеклышка сухих, вы их прикладывали, разделяли, прикладывали, а потом смачивали, прикладывали, и уже так разделить не могли, только сдвигали. То есть слипалась вода. И вот именно это давление исследовали физики. Они сделали очень простой эксперимент. Взяли между поверхностями, поместили каплю воды и начали дойти туда стрелку. Надо было мне вообще-то поставить там и стрелку, а гельку, потому что давление было ну одно, в одной силе. с каким-то одним усилием давили. И измеряли, как во времени изменяется вот эта толщина капли. Вот привели график. Время, сигнесс, толщина капли. И видно по этому графику, что как только начали давить, толщина сначала резко уменьшается, потом медленнее, 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 и потом, сколько бы времени ни было, то уже толщина не меняется. Но никогда, никогда, т.е. сливаем дяжет на ось. Как бы долго вы ни давили, никогда не происходит полное вытеснение. Всегда вода. И вот это явление, кажется очень простой эксперимент, да. Вызывает очень много вопросов. И его физики, еще раз скажу, пока я не проживу и природу. Начали очень интенсивно изучать, изучать природу липкости воды. Потому что вода липкая, вы тоже прекрасно знаете, по стеклышкам. Во-вторых, ну всегда вот идете по сухому песку, ноги проваливаются. Идете по грежной полосе, они у вас не проваливаются, потому что песчинки слиплись. И вот эту природу липкости воды исследовала команда профессора Изра Дешвили. Не написано в такой университет, в Америке университет. Они исследовали вот эту природу липкости воды. Они сделали тот же самый эксперимент с давлением. Но при этом они поставили, во-первых, датчик не просто гиль повесили. Это был датчик давления, который регистрировал силы, которые использовали. И дальше измеряли расстояние, которое между поверхностями. И результат был сначала очевиден. Чем плотнее приближались друг к другу, тем большая сила должна быть приложена. Но очевидно. Но это исследование, видите, принесло сюрпризы. Потому что зависимость не такая вот, как здесь вот такая вот монотонная, а зависимость имела пики и провалы. получила зависимость с регулярно расположенными пиками. Ну естественно, когда исследователь получает какую-то сложную кривую, он начинает ее анализировать. Так вот, что команда из ради Швеции обнаружила. что расстояние между пиками вот это вот расстояние было эквивалентно диаметру, монетру, растворителя. Они проводили, я забыл сказать, они не проводили эксперименты, не просто с водой, они брали разные растворители. Брали там спирты, органические какие-то растворы. То есть растворители были разные. И в зависимости от того, какой был диаметр, молекул растворителя, была разная дистанция между пиками. И количество пиков было зарегистрировано, ну как в случае, вот для этой картинки, это органический растворитель, я не стал написать там название, супер длинное и сложное химическое, это какой-то органический растворитель, было зарегистрировано 8-10 пиков. Что можно сделать из этого? События идут у нас справа, потому что такие дистанции нанометров, то есть давятся оттуда. Вот когда сближение поверхности приходит, ну вот на какие-то там 10 нанометров, нам уже надо приложить высокое давление и начинаются вот эти вот колебания. Было сделано отсюда такая высказанная дистанция. что по-видимому при давлении происходит вытеснение жидкости вот между из поверхностей, не просто так она течет, а послойно, поскольку эквивалент и диаметр молекулы растворения. Было предположено, что жидкость находится в капу пирог Наполеона. И когда ты давишь, слои поочередно высказаны. А 8-10 пиков это значит, что по-видимому, вот 10-8 пиков они смогли выжить. Но что-то там осталось, то что уже, видите, сила огромная, а выжить не удалось. Вот эти эксперименты очень важны, потому что они даже не про количество, а про то, что диаметр молекулы. Но это однозначно говорит, что все это связано, что молекулы стоят как-то упорядоченно по своему размеру. Вторая группа ученых, которые тоже занимаются исследованием природы рибкости воды, измеряли вязкость воды. Но вы знаете, что любая жидкость, любое тело имеет свою вязкость. И есть такая лабораторная работа, мне кажется, на первом курсе у вас, наверное, была, какая вы измеряли вязкость воды. Значит, ее можно измерить очень просто, если взять две пластинки, между ними поместить воду и сдвигать их, измерять силу. Какую силу надо приложить, чтобы сдвинуть эти пластинки относительно друг друга. Так вот было показано, что если расстояние большое между пластинками, то вот эта вот сила равна вязкости обычной объемной жидкости, которую вы используете измерения, объемной вязкости. Ничего странного, не те же самые жидкости. Затем эти поверхности начинают приближать друг к другу. И видят, что вязкость воды резко возрастает, резко возрастает, по мере приближения пластин друг к другу. Причем, вот это вот резкое заметное увеличение началось на расстоянии, ну вот, 5 нанометров на человек. Причем, видите, какое резкое, всего лишь на 1 нанометр, всего лишь на 1 нанометр, приблизили от 3,5 до 2,5, на 1 нанометр. То есть это говорит о том, что между пластинками близко, близко приближенные друг к другу, имеет какие-то другие свойства. Ну, опять же, по расстоянию было посчитано, что вот такое расстояние, 5 нанометров, это 12 диаметров. Растворительности станет 12 диаметров. То есть 12 слоев. 6 или 6? Да, 12 слоев. И вязкость резко возрастала. Сейчас я посмотрю, что у нас. Тогда исследователи стали менять, ну, сжигать. Вот этот эффект диаметра молекул отмечали, либо количество пиков увеличивалось или уменьшалось, и так далее. Стали экспериментировать с природой пластин. Когда взяли кварцевые пластины, вы знаете, что кварц – это природное стекло, кристаллическое вещество, имеющее кристаллическую решетку. Так вот, оказалось, что возрастание диаметра возникло не на 5 нанометров, а на 200 нанометров. Это уже не 12 слоев воды, а сотни. И сразу пришла мысль в голову. Ах, это стекло, ну, какие-то. Пластин или обычный стеклянный оборудок. А берем вещество, имеющую кристаллическую решетку, то вот эта структуризация воды около поверхности будет исключительно более эффективна. А что такое кристалл? Это вещество с регулярной решеткой, ему несущее, ну, вот какие-то, может быть, заряды. И тогда было предположено, что процесс наслоения зависит от природы поверхности. А коли так, то заряженные гидрофильные поверхности должны за счет диполь-дипольного взаимодействия образовать вязкие слои воды. Если у вас есть поверхность, то вода не образует сетку какому-то беструктуру. Она преимущественно связывается вот с этой заряженной поверхностью. И вот эти вот напластования воды у них образуются. Ну, вот эта картинка, которую мы с вами уже говорили об этом, я ее привожу здесь, чтобы напомнить, что белки несут массу зарядок, причем часть из них гидрофильные. И молекулос вверху себя таким образом, что гидрофильные терятия торчат на руку. И вокруг них, безусловно, могут сформироваться вот такие вот вязкие слои воды. Т.е. поверхности белковых молекул о чем говорил Герберт Линк. Вот структура воды образуется именно так, за счет того, что вода – это диполит. Вот поверхность воды. Там маленький крестик, но вот он стоит на поверхности маленький плюсик. И понятно, что к этому, к этой заряженной, это вот вставлено как бы нить белка. Нить белка, и у нее здесь какая-то заряжная положительная, ну, например, аминогруппа. К этой аминогруппе все может присоединиться диполи воды с отрицательным концом. И начинается цена возникновения вот этих... Высказано было такое предположение, а сразу же запротестовали они. Они стали говорить, да, почему? Да потому что воды в клетке много, конечно, там же калия очень много. Калия очень много. И поэтому он будет эти вот положительные, эти заряженные места занимать, присоединять ионы калия. Но легко посчитать, что концентрация воды в клетке 55 моль, а калия 0,1 моль, то есть в 550 раз меньше. Поэтому про это говорить не будем. Вот, фиксируется. Дальше. Один образовался фиксированной диполией как латеральным, так и вертикальным. положением. Вопрос возникает, какой величины вот этот ластер такого вот структуре воды вокруг одного заряда может образоваться. Здесь возражение такого плана. В жидкость есть тепловое движение молекул, и поэтому тепловое движение будет разрушать эту конструкцию. Так тоже было посчитано, что светловая энергия молекул в несколько десятков раз слабее, чем водородные связи. Я цифру не привожу, но я размечу. То есть все равно покойка кластера вот этой структурированной воды всегда будет вокруг Вдоль белка не один заряд, а их много. Их много зарядов. Причем они чередуются от положительных и отрицательных и отрицательных и отрицательных и отрицательных. И, конечно, такая поверхность белков может прочно укрепить слои воды. Блок прочно упаковывает. Отсюда делается выбор. Чем больше зарядов несут в белки, тем прочнее будет прохована вода, и больше будет слоев. ну вот вот так вот тогда возникает вопрос. так, ну ладно, это я пропущу, потому что время мало осталось. Значит, про белки просто еще раз скажу. Мы белки будем разбирать. Я вам просто скажу, что на регулярном распоряжении заряды, регулярном распоряжении и возникает вопрос, вот это регулярность расположения достаточно, чтобы структурировать воду, или будут на белках какие-то места, которые буду не структурировать. Но опять было починно. Ну ничего не дописывайте, просто посмотреть. Еще, чисто вот математический расчет. Какую площадь занимает молекула воды, следовательно, сколько молекул может расположиться вокруг одного заряда, и оказывается, что 7 молекул воды, а заряды расположены регулярно. и поэтому получается, что на белках, существующих в организме, вполне достаточно вот этой плотности заряда, соответствующей площади воды, чтобы структурировать ну, двуку воды, большинство большее количество воды. вот видите, на микрофотографии и методах структур следований. Цитоскелет, видите, густая сеть белковых нитей, фрагмент циркомера, про который я вам говорила, сплошные белки, вот так вот мелко расположены, эндоплазматические ретикулы, тоже сплошные поверхности белков, видите, сколько поверхностей белков, расстояние между ними, расстояние 5 мм всего 14 водных складов. В каком состоянии находится вода, вот эту узость и так далее, конечно, мы можем сказать, что основа фрагция воды в клетке должна быть уложена к структурам. Это как бы предположение. Теперь нам надо экспериментально где-то проверить, как теперь живых объектов. Для этого используются вот эти три метода, три метода, я пристаю пробегала, три метода чисто физических ядерно-магнитных резонансов. Сейчас буду рассказывать, и снова повторится. Я вам очень просто расскажу на пакетах. Но сначала об объектах. когда начали исследование, решили выбрать, а на чём исследование, который бы, во-первых, содержал белки, содержал белков много, и как-то количество этих белков можно было, ну, если не регулировать, то хотя бы контролировать. Для этого был подобран, я вам говорю, что будет повторено, если не успели написать название метода, потом еще раз был избран объект яйца морского ежа, очень удобный объект, им очень любится то, чтобы использоваться крупное яйцо, много их, тяжелая вещь, и самое главное, что у этого яйца есть особенность, это же икринка, она развивается очень быстро, то есть жизненный цикл антогенез свой икринка проходит, а в зависимости от стадии клеточного ссылка к этой клетке разное количество белка, это видно под микроскопом, крупно, крупно, даже большую луку видно, клетка находится в стадии покоя, просто там белков мало, а перед самым делением клетки огромное количество белков, ниже я вам фотографию покажу, и вот на этом объекте стали исследовать ядерно-магнитный резонанс, я вам на пальцах расскажу принцип действия, это всегда интересно, потому что делать может быть такую процедуру, берут и поле воды у нас поворачивается как-то там в магнитном поле, затем перпендикулярно этому полю переменное магнитное поле запускают, оно начинает действовать, и макулы начинают колебаться, в переменном магнитном поле как-то колебаться, возбуждаться, то есть возбужденное состояние атома плана, затем переменное магнитное поле подключают, и регистрируют, как еще долго эти молекулы будут колебаться, как долго они будут приходить в такое спокойное расслабленное состояние если они локоть клопки друг к другу, как человек в толпе, то он очень быстро затихнут эти колебания, и вот эти вот вещи все измеряются, и оказалось, вот это как раз клетка морского ижа, в покое было мало белков, а в определении вот видите светящиеся это белки, много-много белков, и оказывалось, что в делящейся клетке, когда белков очень много, время релаксации было наименьшим, чем больше белков, тем быстрее происходила вот эта постановка колебания маневого дыма. Второй метод у ВЧД тоже очень простой и поле подается электрическое поле молекулы всей стороны, положительной стороной в одной, отрицательной в другой, потом полярность поле меняет, молекулы переворачиваем, снова меняет, как солдаты все строим, меняем ее направление. Чистоту включения поля полярности все время увеличивают, они все быстрее, и вдруг растает такой момент, когда они уже не успевают повернуться. Критическая частота может быть зафиксирована, когда молекулы могут изменить свое. Гипотеза. Если молекулы свободны, они, наверное, с большей частотой могут поворачиваться. если они в толпе чисто связаны, то вот эта критическая частота будет другой, значительной. И вот была поверена, критическая частота у простой воды в клетках воды в клетке воды в клеток морского ружа в клетке тканей кролика вылетела случайно там должно быть слово 5-7 гига декор Вода связана. Последний метод квазиэластической нейронной рассеяния. Принцип метода тоже такой. Медленные нейтроны пропускают через образец. Нейтроны сталкиваются с молекулой воды и рассеиваются. Рассеиваются в разных направлениях. Энергетический спектр, а именно поступательную энергию, поступательных вращательных движений можно рассчитать при регистрации. Регистрируются поступательные вращения коэффициенты диффузии вот этих методикатов. Если выстроены, то пепр будет узким. Получилось. Регист от морского ежа поступательный коэффициент снижается в три раза. В три раза снижается, когда много белков. Вращательный в тринадцать раз. То есть зафиксируется существенная связь. Существенная связанная вода. В общем, все три метода у нас говорят о том, что в клетке большая фракция воды находится в организованном состоянии. Вот табличка. Ее не списывайте. Посмотрите. То, о чем мы говорили. Например, удельная температура. У воды обычной, большая, а тут еще больше. Тепнопроводность. Тоже, видите, 0,14-10 тысяч, на 2,1-0,5. Вязкость. Посмотрите. У обычной воды 0,89 тысяч, а у труктурированной 2,10. Это во сколько раз больше. То есть вот эти методы говорят, что из табличек говорит о том, что свойства структурированной воды другая. Ну и последнее. Как структурированная вода влияет на функцию клетки. Привожу несколько, для исключения, несколько свойств, которые, наверное, объясняются наличием связанной воды. Ну, вязкость цитоплатная. Помните. Смотрели. Вот почему она такая ясная? Потому что там белки сплошные цитоплатные. Поэтому и это не течет как вода. А вот она такая. Способность клетки сохранять целостность мембранок после удаления. Мы с вами иллюстрации. То же самое. Вот, видите, все ионы, белки связаны там. Все это склеено. Все это склеено. Устойчивость пустынных растений к водопотере. В пустынях вообще не бывает капли воды. Растения зеленые растут, содержат воду. Там такая энергия, а ее даже не хватает, чтобы испарить связанную воду. Ну, и, наконец, сопротивляемся к низким температурам. Мы знаем, что у нас есть организмы, которые могут замерзнуть, просто замерзнуть. А потом оттает им весело, снова в свое бабушек. Они не погибли. Клетки не разрушились, как вот мы с вами видели у растений. Почему? Защита от этих клеток. Защита от замерзания. И тут мы возвращаемся к тому, о чем я вам уже говорила. О том, что для сопротивления низких температур природа выработала некоторые механизмы повышения солей вниз пассажа. Она вырабатывает антифриз. Растения и животные, которые могут сопротивляться, это клетка, масло антифриз. Антифриз – это белок, в котором количество и упорядоченность зарядов просто поражает воображение. Это белки с наибольшим количеством зарядных групп, которые имеют очень четкую структуру, последовательность. А коли так, значит, вокруг этих белков, когда структурируется вообще стопроцентно, и толщина этих строков много, и плотность этих зарядов, структуризации много, а структурированную воду заморозить, превратить ее в кристалл, это, ну, надо было, наверное, очень постараться. Поэтому организмы в преддверии зимы, вот в преддверии зимы, сейчас у нас еще осень, еще не замерзла, но вот сейчас лягушки, потому что именно сегодня у них идет интенсивный синтез, именно антифризом, они ими насыщаются. Интлюзивно люди давно это поняли. Вот что значит, кто занимается садом и водородом? Закалка, рассадка. Что значит, весной вы ее выносите в холодок, потом заносите, и вот так вот делаете такие холодовые ванны? А это стимулирует, как охлаждаются растения, стимулируется выработка антифризов. И к моменту высадки рассады в грунт, в клетках накапливается некоторое количество вот таких белков, антифриза. И когда заморозок у вас грянет, не закаленное растение, оно 100% погибло. Таким образом, можно структурировать эти воды, изучая, что у нас в лаборатории, как видите, так ли, дальше число, полу десятка. Помогите, да? Ну, все. И про колесо не будет. Как же это? Как же я просто... Я просто... Я просто... Я просто... Я просто... Спасибо.